который занимается именно аналитикой с точки зрения продаж, ну какая-то стыковка маркетинга и продаж, то есть это категории, бренды, какие-то отдельные направления продаж, отдельные товары, аналитика всего, что происходит по точкам связного. То есть раньше это были просто больше цифры финансов, сейчас это именно аналитика, групп, товарных остатков, брендов, СКЮ, номенклатуры, то есть вот каких-то таких вещей, с тем, чтобы продать все то, что маржинально и не увеличивать то, что на складах. Это, наверное, в двух словах то, чем нужно заниматься. Соответственно, коллеги хотят, чтобы это была аналитика, ну в основном, да, наверное, Excel, все-таки там есть АЛАПКУБЫ, есть СКЮЛЬ-запросы, которые могут написать, которые можно выбрузить. Также будет здорово, если будут навыки работы с бутоном, хотя бы какой-то начальный уровень, с тем, чтобы это были запросы на бутон. А, и плюс, по-моему, есть задача по визуализации этого всего, то есть не только сделать отчет, но и его еще визуализировать и как-то представить топ-менеджменту, закупкам, продажам, коммерциям, ну, по необходимости. Угу. Понятно. Вот как-то так. Понятно, услышал. Да, теперь можно немножко про ваш опыт, вот исходя из этих задач. Ну, я так по резуму вижу, что вы все это делали, но если там перескажете кратко, то буду благодарен. Так, ну, вкратце, значит, я закончил Московский физико-технический институт по направлению прикладные математика и физика, и после этого начал работать еще, учаясь на последнем курсе. Вейвен сначала занимался именно в отделе продаж, занимался отчетностью, планированием и дальше в направлении как бы бизнес-анализа развивался, ведущим, старшим бизнес-аналитиком был. Соответственно, очень сильные навыки именно в SQL, потому что как бы все самостоятельно делал, подключался к корпоративной базе данных и как бы создавал все отчеты, самостоятельно рассылал их, в том числе, как в этой вакансии требуется, и там по магазинам, и по там конкретным менеджерам, пользователям. Делал, соответственно, и презентации, то есть здесь именно в качестве визуализации данных использовал решение ThinkCell, которое позволяет это все грамотно реализовывать. Вот, и как бы в чем мое преимущество было в том, что я это все делал быстро, гибко и, соответственно, для каких-то даже каких-то краткосрочных инициатив, краткосрочных каких-то проектов, когда нужна не какая-то отчетность на очень длинный там период, постоянная какая-то вот временная, под какую-то конкретную задачу. Вот, потом, соответственно, длительное время работал вот в Avon, потом перешел в ЭК, то есть у него тоже там большая сеть собственных магазинов, там я работал в направлении именно связанном с логистикой, тоже получил интересный опыт и продвижение на должность руководителя отдела управления запасами. То есть тоже новый, полезный, интересный опыт и там как раз и с OLAP кубами работал, ну, естественно, на всех работах работал, естественно, с Excel и писал и макросы, вот, но в основном, вот, то есть именно с базами данных, с корпоративными хранилищами данных. Вот, и сейчас перешел больше года работаю именно в маркетинге, вот в отделе, который сейчас занимается и категоризацией, это оптовая компания, и там практически с нуля строятся все процессы категоризации, сегментации постоянно. То есть здесь что новое, это как бы практически с нуля разработка методологии и с учетом использования опыта каких-нибудь крупных систем, да, которые, ну, небольшая компания не может себе позволить, какие-то крупные системы, поэтому приходится, ну, перенимать опыт из руководств пользователей и заново практически, ну, с нуля, вот по этой логике все это реализовать, описывать и внедрять. Вот, и, соответственно, что еще, я просто еще так смотрю по описанию вакансии, сейчас... Это небольшая оптовая компания, ну, с оборотом примерно 1 миллиард в год. Вот, до этого работал там, допустим... Одежда, обувь, да, совершенно верно, одежда, обувь. Вот, сейчас я еще как раз хотел по вакансии. Пройти так. Вот у меня, соответственно, вопрос именно, что здесь, я понял, да, что это некий такой внутренний стартап в связном, что все-таки здесь подразумевается под созданием? Вот здесь идет слово создание, вот что здесь, какие ожидания от руководителя этого, этой функции? Сколько он работает в компании, то есть какой там подход к организации работы? Начальник отдела, отдела с осени работает. Александр тоже работает с осени. Понятно. Да, вот еще хотел добавить, значит, естественно, тут последний пункт участия в процессе распродажи остатков продуктов в сети, то есть я тоже активно в этом участвовал, да, когда нужно, естественно, давать рекомендации по тому, как избавиться от остатков там с низкой скоростью продаж. Вот, то есть рассчитывал как раз методику скидок оптимальных и так далее, то есть это вот как раз и на текущем месте работы тоже все это делал, в том числе и в предыдущем месте работы в отделе управления запасами. Хорошо. С Питоном где-нибудь когда-нибудь сталкиваться? Скажем так, с Питоном, это, скажем, здесь для данной вакансии это у меня слабое место, да, можно сказать, что нет у меня опыта. У меня сейчас коллега активно работает на Питоне и здесь я ему там помогаю в плане того, что, допустим, он создает на Питоне модель распознавания категоризации товаров по фотографии. То есть ему даются на входе фотографии какого-нибудь вот реально сайта ботинка и он категоризирует их по нашему категорийному дереву. Вот, а я, ну, там принимал участие в постановке бизнес-требований, в обучении этой модели. Вот, то есть здесь именно как со стороны заказчика, но не как со стороны программиста. Вот, а все остальные, вот здесь вот перечислено в скобочках вакансии, все остальное владею, вот, все остальное использовал, ну, может быть, кроме САПа. То есть я работал именно в Аксапте, то есть это аналог как бы САПа, а все остальное владею, вот, кроме именно, именно Питона. Так, хорошо. Хорошо. Сейчас, секунду, да. А вообще, вот, в плане мотивации переходов из Avon в ECO, из ECO в Superbrands, если сейчас на рынок труда, то есть можно как-то в двух словах? Да, ну, в Avon работал очень длительное время в рамках, ну, одного функции, то есть отдела продаж, понял, что там возможности дальнейшего карьерного роста нет, вот, ну, там в последние годы уже развивался именно как руководство какими-то там проектами. И, ну, с учетом того, что Avon там компания типа для женщин, да, то есть там перспектив не было, поэтому перешел и вот VEC, ну, то есть поменял и область в том числе там, как я уже говорил, товародвижения, это называется, ну, грубо говоря, логистика, управление запасами, тоже очень интересная область. И там последнее VEC именно произошло, смена управленческой команды, когда там пришел новый директор, скажу, зачем он там, 8 аналитиков, достаточно там, 4, вот, и там смена плюс еще собственника произошла. Я понял, а сейчас? А сейчас, ну, я понял, что, ну, вот в такой маленькой компании, может быть, с точки зрения анализа, ну, нет такого достаточно большого объема данных и хочется, ну, вот, именно с большими данными поработать. Потому что там, когда, как говорится, количество переходит в качество, да, имеется в виду какие-то уже закономерности на больших данных видны и их интересно изучать. Супербрендс – это оптовая компания или розничный магазин? Оптовая, да, оптовая. И сейчас как раз в том числе она развивается в розничном управлении, открываются новые магазины, и я рассчитываю вот бизнес-кейс для открытия новых собственных магазинов. Сейчас еще, наверное, тяжелое время для одежды. Ну, в том числе такой фактор, то есть именно то, что мы оптовые, немножко нам помогает, в том смысле, что сейчас мы, как бы, предыдущий сезон закрыли, сейчас вот только начинается новый. Ну, естественно, спад продаж, как и везде есть, да. Хорошо. А, Василий, а какие у вас вообще, вот, ну, ожидания какие-то там, не знаю, крикоры выбора работодателя? Ну, для работодателя, критерий выбора работодателя, у меня даже есть математическая такая простая модель в виде таблички с показателями. Я догадываюсь, я поэтому... Вот, если угодно, я могу там выслать, сейчас отправить, показать. Ну, не надо просто озвучить, что там прописано, какие категории принять решение. Сейчас, 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 сейчас. Они у вас с весами там или нет? По-моему, с весами сейчас, да. А? По-моему, да, с весами было. Так, оценка. Круто. Так, ну, верхний уровень... Можно тогда от того, что имеет больше вес, да, там, наиболее значимо вниз просто озвучить. Ага. Я буду отвечать. Давайте, да, сейчас я отфильтрую то, что очень важно. Вот то, что очень важно здесь я выделил. Это содержание роли, разнообразие работы, значимость работы, отождествляемость работы с результатами, обратная связь от начальника коллег, привлекательность продукта сервиса компании, имидж и репутация компании, ну, то, что это, допустим, локальная компания, иностранная или международная, стиль менеджмента в компании, непосредственный руководитель, упорядоченность процессов, количество рабочих часов в неделю, время на дорогу до места работы, среднемесячный доход, белизна, то есть прозрачность, предсказуемость дохода и класс офиса. Это вот то, что я отметил когда-то, там, год назад, как очень важно. Ну, там, три градации, важно, неважно. Быстро прочитали, но я постараюсь, да, с того, что не забыл. В плане именно какой-то профессиональной наполненности роли, да, я здесь, наверное, сказать не могу, это нужно с Александром будет поговорить. Ну, как бы, знает, да, это все. Ну, и в плане, там, отношений, которые у них тоже. В плане значимости, вот, он сказал, что на данный момент роль значимая, потому что это воздействие новое, и все видят его, скажем так, много-бизнесом. Поэтому оно на таком фронте сейчас, да, в плане планирования, бюджетирования и общения с топ-менеджментом. А что там было еще? Уровень дохода, а вы как-то обозначали, да, что, по-моему, я спрашивал. Да, я на какие-то прошлогодние, да, там, цифры ориентировался, да, от 160. Это Гросснет. Это Гросснет. Гросснет. Кто налоги платит? Налоги платит работодатель. Это противоречит налоговому кодексу АССР. Ну, налоговым агентом, налоговым агентом является, да, налоговым агентом является работодатель, да, или как это там правильно называется? Да, да, но платильщиком налога является тот, кто получает деньги. Так. Это за коллеги, там дальше будут смотреть. Так, то, что касается стиля управления и всего остального, то есть абсолютно демократичный, абсолютно комфортный, ну, то есть на «ты» к любому человеку можешь задать с любым вопросом, обратную связь получить тоже по любому вопросу. То, что касается какой-то простроенности бизнес-процессов и всего остального, то здесь, с одной стороны, есть какой-то хаос небольшой, ну, то есть он простроенный, но все-таки это хаос. Хотя у них может быть по-другому, да, потому что аналитика – это отдельная история, и там выстраиваются процессы по-своему, а хаос для меня это в том, что мы постоянно искали движуха. То есть, грубо говоря, нет, это не поводок, где все прям четко, да, а здесь постоянно идут новые процессы, новые проекты, новые идеи, новое что-то такое. Ну, это создает некоторый хаос. Ну, с другой стороны, это неизвестно. Но при этом компания большая, то есть есть определенная бюрократия, она есть, и, в общем, она во многих вещах этот хаос как-то структурит, когда вы мешает. Хочется иногда быстрее, но она тоже есть. Ну, поэтому здесь какая-то вот, ну, на мой взгляд, есть некий баланс. С одной стороны, есть движуха, с другой стороны, есть какая-то бюрократия. Но если вам нужна прям вообще какая-то там, не знаю, немецкий Орнук, да, то это вот точно не в связной. У нас прям такого нет. С другой стороны, есть возможность простроить для себя, и с уважением к этому другие отнесутся, да, если это будет приносить результат, то позволит работать в том режиме, в том, даже не в режиме, а так как удобно. Потому что никто, ну, есть большая свобода в том, как ты работаешь. Никто тебе не говорит точно, как делать. Поэтому в плане работы-то для меня связной, это очень комфортная история в плане реализации, работы, ответственности за любые факты, и всего остального. Никто не говорит, никто не прессует в этом плане. То есть, давай результат, а как ты будешь сдавать, пожелать, конечно. Что там было еще? Офис, офис хороший, микрофис, завозка класс, много, здесь без проблем. Прозрачность, ну, понятно, зарплаты белые. Там, наверное, есть какие-то KPI у них, то есть, есть премиальная часть. Это тоже лучше, Александр, спросить, как они вычисляются в плане прозрачности. То есть, есть таблики, ну, какие они там, я не знаю. Что-то забыл, не забыл. Я понимаю, что самое значимое – это профессиональное, и это не ко мне. Это вот все-таки к ним. В плане там, ну, реноме связной, понятно, что это, в общем, я думаю, все здесь, наверное, не имеет смысла рассказывать. В плане интересности работы, то есть, это тоже магазины по всей России, очень большое количество SKU и всего остального. Поэтому здесь тоже скучно, точно не путали. Это если в двух словах. Подробнее там потом можем уже, да, на каком-то там следующей стадии уже обсудить и поговорить. Ну, плюс Александр, я думаю, много сможет рассказать именно в плане работы. Ну да, было бы интересно, потому что, как говорится, приходишь в компанию, уходишь от руководителя, да, как есть такая поговорка, да? Нет, просто то, что касается профессионального наполнения роли, я понимаю, что процессного и всего остального, что я здесь точно не расскажу, потому что описание – это, ну да, оно соответствует действительности, но там есть очень много нюансов наверняка, которые я просто не знаю. Ну да, там есть архитектурные вещи, которые хотелось бы уточнять, да. Хорошо. Я для себя все услышал и понял, то есть, я готов рекомендовать просто Александру с вами пообщаться. Окей, спасибо большое за уделенный момент. Надеюсь, я тоже вам не сказал ничего такого, после чего вам с нами общаться не захочется. Да нет, вроде бы, пока нет. Да, хорошо, тогда по времени встречи с ними есть какие-то ограничения? У меня просто вот постоянно, я сейчас на текущем месте работы постоянно вот эти онлайн-совещания, вот сейчас мне пришлось даже немножко его там уйти. Можно еще раз. Я говорю, у меня на текущем месте работы постоянные вот эти онлайн-совещания, вот, поэтому либо какой-то обеденный перерыв, либо вечернее время, вот такое, как сейчас. А есть какой-то в календаре, видно когда-нибудь? Вот нет, допустим, особенность, они, нет такой корпоративной культуры, планировать их в календаре, да, вот, например, то, что мне нравится в крупных компаниях западных, да, что там все как, хотя бы это расписано, да, там может быть, да, и там более короткие эти, но их может быть больше, совещание не покороче, но вот в российских они могут быть какие-то длительные, вот в последнем месте работы длительные и удаленные. То есть, и абсолютная нормальная ситуация, когда гендиректор там в 5 часов начинает совещание и в 9 оно заканчивается, да, там. Хорошо, а обеденный перерыв во сколько? Ну, обычно в 14, вот в это время где-то так. Во сколько? Ну, 2 часа дня.